Здесь просто палка, она как бы еще основная, она держит. Все остальное не держит. Вот это окошко, оно вот так просаживается просто. Вот так уселся дом, вот посмотрите, все сгнило. Из-за этого дверь не открывается. Уже не знаешь, просто как эти дырки латать и все тому подобное. Смотрите, какая вода там стоит. Все слышно, как барак трещит. Такую экскурсию по своим 37 квадратным метрам Наталья может проводить хоть целый день. Достопримечательности на каждом углу. Дырки, трещины, забитый фанерой потолок, развалившаяся дровяная печь, которую в этом году уже не стали топить. А такой вот пейзаж нарисовался в спальне супругов. Уже руки не поднимаются, ничего не хочется ремонт делать. Вот, здесь была такая дырка. Наталья и Олег в этом доме на шесть квартир живут порядка 20 лет. Вот уже лет 10 то и дело латают, шпаклюют и больше в ремонте смысла не видят. Я не понимаю вообще, как можно так жить. А вот Галина Ивановна здесь сторожил. В далеком 66-м первой вселилась в этот дом. Говорит, жаль расставаться с местом. А вот к квартиру порой не хочется возвращаться. Трещит по швам. Вот смотрите, какая крыша, да. Весь шифер в трещинах. Если у нас большой дождь, везде потоп. Во всех квартирах течет. Подставляем там кастрюльки, тазики, да, Олег? Хочется пожить в благоустроенной квартирке, чтобы было тепло, светло. Когда Галина Ивановна и ее соседи смогут перебраться в теплые благоустроенные квартиры, знают в департаменте городского хозяйства. Будущих переселенцев накануне пригласили на деловой разговор. Сочинцам рассказали правила программы переселения из аварийного жилья и узнали их предпочтения по поводу нового места жительства. Подбирать застройщика и сам многоквартирный дом администрация будет с учетом всех пожеланий. Срок же переселения жителей домов по улице Абавяна 1 и 2 намечен на начало 2017 года. Мы знакомимся с гражданами в начале 2016 года, проверяем все правоосновающие документы, делаем при необходимости нужные запросы, как в Росреестр, в БТИ, в городской информационно-вычислительный центр, чтобы подтвердить данную информацию. И уже занимаемся расселением. Принцип программы и жилищный кодекс трактует, что если дом признан аварийным, то предоставляют равнозначное по площади жилое помещение и по количеству комнат. Если это граждане, это жилое помещение, занимают по договору социального. Правила для собственников несколько иные. Им предоставляется помещение, равноценное по стоимости. Это земельный кодекс Российской Федерации. В целом, в 2017 году власти города планируют расселение 20 аварийных многоквартирных домов общей площадью до 6300 квадратных метров, в которых проживают более 260 человек. Взамен сочинцы получат не просто благоустроенные квартиры, но и, что самое главное, безопасные условия проживания. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова